Всем привет! С вами Колеса КЗ. Недавнее возгорание на нефтебазе в городе Алматы заставило нас снова обратиться к опасным грузам. О перевозке опасных грузов категории 3, то есть топлива в городе и за городом. Спасибо вам большое! В прошлом выпуске вы написали множество комментариев об ошибках, которые были допущены. Ну, касательно техники безопасности. Мы сегодня постараемся их все разобрать и полностью рассказать, какие строгие правила и как все должно происходить, когда ты везешь топливо по городу и за городом. Ну и, соответственно, чтобы не повторяться, в Талдыкурган мы сегодня не поедем, а повезем бензовоз с нефтебазы на одну из самых популярных АЗС в городе. Бензовоз. Часть вторая. Погнали! В прошлой серии от подписчиков нам прилетело много комментариев, почему вы находитесь на нефтебазе, вы не одеты в спецформу и многое другое. Сейчас мы находимся на базе, откуда автоцистерны уезжают на нефтебазу. Соответственно, сейчас цистерны пустые и мы можем находиться здесь без спецформы. И, соответственно, когда мы посетим нефтебазу, если нам разрешат, разрешат там снимать, причем не в открытой близости от заправки, а на отдалении. Потому что, как выясняется, камера, оборудование, все может обладать искоробразованием, и это опасно. Сейчас хотел сказать, что у нас оранжевенький, симпатичный Вольво, тоже 2020 года. Стоит посмотреть на колеса КЗ, там 40 мультов и более. 33-12-03 это цистерны, которые везет бензин. Если везут газ и везут дизель, там, соответственно, согласно требованиям ДОПОК, и для дизеля, и для газа, и для прочих других опасных грузов, своя табличка. Можете посмотреть в классификации требований ДОПОК. И даже после 15 минут преднахождения в открытом огне, эта табличка должна оставаться читаемой. Ну, чтобы понять, видимо, что горело, я не знаю. Мы здесь с Асхатом, у нефтебазы Олем Петра Трейд. И сегодня мы больше будем вопросы задавать, чем что-то утверждать. Основные пункты по технике безопасности. Почему все это опасно, почему это надо понимать. Ну, и, как я сказал уже, вон у нас автоцистерна. Сейчас Асхат должно что происходить? Сейчас перед тем, как водитель заедет на территорию нефтебазы, пожарной, в нашей части частной, она должна осмотреть автоцистерну на соблюдение пожарной безопасности. На автоцистерне обязательно должны присутствовать песок, огнетушители. По технической части должно быть исправный, не должно быть оголенных проводов. Плюс, соответственно, сам водитель, он находится ли на спецодежде, соблюдаются ли пожарные безопасности. Вот нам сейчас показали все, что проверяют на нефтебазе строго по чек-листу. Но тут сразу возникает вопрос, а так ли строго соблюдается техника безопасности на каждой нефтебазе в Казахстане? И вот Асхат тут правильно сказал, решает тут человеческий фактор. И с людьми нужно постоянно работать, потому что вот раздолбайство в нашей стране никто еще не отменял. Поэтому каждый день нужно объяснять, к чему могут привести нарушения при выполнении техники безопасности. Потому что там, если полыхнет, то это уже не потушишь. Даже спецформа, в которую мы одеты, должна быть специального образца. Это костюм для защиты от нефтепродуктов. Он кратковременно защищает от воздействия пламени и не образует статического электричества. Одевать всем посетителям обязательно. Ну и, конечно, каски. Тут говорят же, да, то, что в Европе налив нефтепродуктов осуществляется по нижнему механизму. Как это называется? Вот он прям снизу подсоединяет? Для чего это производит? Потому что, когда верхний налив происходит, производится струя, которая ударяется о дно цистерны. Соответственно, может обратно статика образоваться. Соответственно, нижний налив тогда статики не может быть. Ну, в данный момент у нас все гусаки, у нас есть телескопическое устройство, которое подача, она опускается до дна цистерны. Когда при наливе, да, наполняется через трубочку, и получается сам гусак, он уже в уровне нефтепродукта, и, соответственно, уже струи падения нет. Что исключает искру. Да, что исключает искру. При наливе обязательное условие. Это работа в паре. Оператор осуществляет налив, а водитель на бочке, на цистерне наверху. Почему в паре? Это нужно для того, чтобы они могли оба оперативно отреагировать на пролив или другую внештатную ситуацию. Да, и человека нельзя одного оставлять. Все-таки работа на высоте. Тут нужно следить друг за другом. Знаете, у меня такое ощущение, что каждый водитель бензовоза, когда на него смотришь, у него такое серьезное выражение лица, он такой, знаете, настремит, думает. Как и результат, кстати. А все дело в том, что там такое количество пунктов надо в голове держать по технике безопасности, что, ну, я не знаю, каждый день ты за рулем, на заливе, на сливе, на нефтебазе, на АЗС. Ты будто на экзамене. Понимаете? И вот нефтепродукты, это реально вам не воду возить. Хотя и здесь есть своя специфика. Если хотите, снимем проект по поливу, потому что, ну, вот, насколько я помню, городские улицы мы еще не увлажняли. Ну, и традиционно, если вас интересует продажа, покупка, обмен, ну, в данном случае бензовоза, автоцистерны, то заходим в наше классическое национальное приложение колеса KZ, рубрика «Коммерческие». Здесь далее заходим «Грузовики», открываем фильтр, пишем там, чтобы быстрее найти, пишем «Бензовоз», и система открывает вам все возможные объявления. Это несколько десятков бензовозов, автоцистерн, автозаправщиков. И выбираем здесь вот самых доступных китайцев, там, бэушки, ну, и, соответственно, новых за десятки миллионов тенге. Кстати, в Ташкенте есть прикольная такая тема, мы недавно узнали, хотели с вами поделиться. Там есть услуга через приложение «Вызовозаправки», то есть к вам открываете приложение, говорите, куда приехать, приезжает к вам мобильная автозаправка. Это не просто чувак, который там с канистрой привез вам воронку и вставил в бак и залил вам бензинчика за деньги, а реально мобильная автозаправка. Причем, самое забавное, она построена на базе, ну, «Дамасика», который сейчас у нас под брендом «Шевроле». Если помните, была такая грузовая версия, бортовая версия, которая называлась «Лаба». Вот на базе этой версии в Ташкенте сделали такой сервис. Мне кажется, очень прикольно. Что думаете по этому поводу? Так, еще один комментарий. А что будет, если едешь, и гроза или молния попадет в бензовоз? К сожалению, от попадания молнии не застраховано ни одно транспортное средство, но в бензовозах используются два вида заземления. При перевозке и при заправке сливе. Заземление позволяет отвести накопленный заряд в землю и снять статическое электричество, но риски возгорания все же остаются. Очередной комментарий. «Я работал на бензоводе в 80-е. Никакого спецразрешения не нужно было». В мае 2001 года Казахстан присоединился к Европейскому соглашению о перевозке опасных грузов, грубо говоря, к ДОПОГу. Так что теперь, ну там, не знаю, с 2001 года, получается, мы ездим по ДОПОГу. Очередной комментарий. «Рядом с заправкой частный сектор, дома. Как так?» Ребята, вообще, тема очень интересная. Вот, не знаю, к любой АЗС подходим, и вот сразу объекты недвижимости в непосредственной близости. Стоит забор, но не знаю, защищает ли в случае чего-то. Поэтому, конечно, это строго запрещено. Но у нас часто бывает, что вот построили АЗС, и через некоторое время хоба, рядышком комплекс ЖК стоит или частные дома. Да, это, конечно, строго запрещено, но тут, наверное, вопросы больше к государственным органам, ну и, соответственно, к ответственным, кто выдавал разрешение на строительство того или иного объекта. Ну, у нас такое, согласитесь, вот реально часто, когда, не пойми где, строятся разные объекты недвижимости, ну и спецобъекты, такие как АЗС. Очередной комментарий. А про то, что бочку нужно открывать сверху, чтобы не создался вакуум, не показали. Поговорили с перевозчиком. Один из заказчиков запретил залезать на автоцистерны, чтобы уменьшить риски падения с бензовоза. Ну, а на автоцистернах, с которыми мы двигались, установлены дыхательные клапана, обеспечивающие поддержание внутри емкости равномерного давления во время закачки и откачки топлива. Так что, в связи с этим, ну, как бы нет необходимости открытия верхних люков автоцистерны. Вот мы задали вопрос тоже, очень интересные, сложные подъездные пути к АЗС, то есть, ну, особенно вот в городе, да, где мегаполис, все натыкано, туда просто отправляют цистерны с меньшим объемом. Подбирают определенный бензовоз, который могут слиться на данный АЗС. А, то есть, дело даже не столько в подъездных путях, но и в местах, где нужно слиться. Если там вот такой полутяг, допустим, не сможет попросту геометрически развернуться или подъехать, он проезжает мимо. Именно поэтому мы сегодня едем на Восточку. Наверное, самая большая ошибка в нашем видео, я не должен был находиться вместе с водителем в кабине бензовоза. Не потому что нельзя быть вдвоем там, а потому что у меня нету допога. Эта корочка соглашения о перевозке опасных грузов, она есть у водителя, но у меня ее нету. И там логика довольно простая. Если ты не сдал на вот этот допог, то ты не знаешь, как перевозить опасные грузы. Помните, я показывал специальное удостоверение Юрсултана? Так называемый допог. Это расшифровывается как дорожная перевозка опасных грузов. И Казахстан соблюдает международные соглашения по данным перевозкам. И там столько ограничений по перевозке, что, мне кажется, за год не выучишь. Но знать и выполнять все нормы нужно. На досуге, кстати, почитайте, если хотите устроиться водителем бензовоза. Вы знаете, что водитель бензовоза должен знать, что делать при террористическом акте? Вот это сейчас реально не прикол. Там инструкция, там несколько страниц посвящено. И там очень много пунктов. Ну, типа, определение странных, необычных предметов, их нестандартное размещение, специфический запах, растяжки в виде проволоки, нитки, веревки. То есть много таких вещей, которые реально читаешь и думаешь, йоу, ну, это реально все опасно. Там даже написано, что делать, чтобы минимизировать последствия теракта, если они произошли. И даже какие действия предпринимать, если произошел захват цистерны. Вы реально, прикиньте, захват бензоцистерны. Один из самых интересных вопросов. Надо ли закрывать заправку, пока идет слив? Вот многие по-разному думают. У нас два резервуара 92-го. Мы одну закрываем, когда сливаемся на втором. То есть тут не задействован. Да, да, да. Просто и когда вот полностью сольемся на одну, и потом как-то уже простыть, остыть, мы только запускаем уже вторую, которые слились. Да, ну то есть это если у АЗС есть такая, да, возможность. Да. И хватает резервуара. Территория просто позволяет, и резервуара тоже количество позволяет у нас. Нам часто пишут, что вы находитесь близко, что-то может там взорваться. Вот мы в скольки метрах должны стоять, чтобы это было безопасно? Ну, по регламенту, по технике безопасности 8 метров. 8 метров от слива. Да. То есть мы нормально так за пасиком стали. Цистерна заехала на территорию АЗС. Она будет сливаться. Вот что дальше происходит? Что нужно подложить там? Песок, лопатами, вода, пожарные там? Ну, смотрите, именно на какой резервуар мы сливаемся, там должно стоять огнетешитель. Огнетешитель ОПО 100, не меньше. Соточка. Да, соточка. И потом обязательно должна заземляться. Заземляться. И водитель, и менеджер должны находиться на спецформе. Спецформе спецобувь, головном уборе. Если подниматься выше полтора метров, это бед бензовоза, то обязательно в каске должно быть. Ну, цистерна должна, да, подъехать, встать. Она должна 15 минут встать, чтобы остыла. И чтобы, когда сверху мы смотрели, там метки было видно нормально. По метке, что залилось с нефтепазой. А очередной комментарий. А перед сливом разве не надо разматывать шланги огнетушителей и открыть крышки ящиков с песком? Вообще тема интересная, надо ли разматывать шланги, когда приезжаешь на слив, там открывать ящики с песком. Это вопросы безопасности. Да, это все очень интересно. Но на самом деле в регламенте требований к безопасности работы АЗС такого пункта нет. Но часто почему-то это происходит на сливе на разных АЗС. И все дело в том, что владелец АЗС по своему внутреннему регламенту может внести эти пункты. Так что здесь как бы от заправки до заправки ситуация может разниться. Вот сам реально не знал. Как правило, сколько происходит слив по времени? Зависит от бензовоза, от объема бензовоза. Если это большой бензовоз, то выше от 30 кубов, то может это сливаться час или больше. А если уже маленький бензовоз, то от 30 минут до часа времени. Ну что, слив подходит к концу. Мы держимся на расстоянии 8 метров, хоть мы чуть-чуть выше поднялись. Спасибо вам за комментарии, которые позволили нам сегодня еще раз поговорить о безопасности перевозки опасных грузов. Потому что это касается всех, кто на дороге находится, стоит на АЗС, работников нефтебаза, водителей цистерн и всех остальных. Будем также дальше вопросам безопасности уделять повышенное внимание. Нулевая статистика по всем этим делам нас крайне интересует. Ну а мы пока готовим для вас следующую серию проекта драйвера. Это будет кое-что знакомое для вас, но по новому маршруту и такого мы еще не делали. Увидимся, надеюсь, в ближайшее время. На связи!